Отгремели фанфары, успокоились сердца. Чуть больше двух недель назад в нашей стране завершился чемпионат мира по футболу. Бесспорно, лучший в истории. И вспоминать его мы будем еще очень долго. Особенно, когда будем приходить на стадионы, ставшие неотъемлемой частью Мундиаля. К счастью, Воронеж в стороне от чемпионата не остался. Два стадиона были приняты решение реконструировать чемпионат мира 2018 года. Стадион Чайка и Локомотив. И было принято это решение даже в тот момент, когда стадион Локомотив еще не полностью передан в муниципальную собственность из собственности российских железных дорог. Но принято такое решение руководством города области. И мы очень благодарны тем, кто принимал решение. На Чайке во время Мундиаля тренировалась сборная Марокко. А вот Локомотив считался резервной ареной. Но в любую минуту он был готов принять на своем поле хоть египтян, хоть французов. Обошлось, правда, без форс-мажоров. И футболисты сюда так и не заглянули. А для воронежцев стадион официально открылся 1 августа. Для железнодорожного района это большое событие. Что такое стадион Локомотив? Даже название района железнодорожный. Он всегда был здесь, есть и вот сейчас будет уже появился в новом качестве. Все Левобережье. Это 15-я школа, это 14-я школа. Это школа футбола Локомотив, которая там как бы вот. Значит, поэтому я думаю, что это центр притяжения и жителей района, и детского спорта. Открытие приурочили к полуфинальной встрече Кубка области между воронежской командой Рубин и Острогожской звездой. Футболисты отметили, играть на поле такого качества – одно удовольствие. Поле просто… Я даже слов нет. Это лучшее поле, я только вообще видел, в принципе. И на нем никто не тренировался, я так понимаю. Оно было подготовлено на чемпионат мира, а мы вот первые, кто вышел. Поэтому поле просто максимально на уровне. Впрочем, стадион Локомотив еще может поменяться. В настоящий момент на уровне правительства страны разрабатывается программа «Наследие». Которая коснется каждой арены, подготовленной к чемпионату мира. В соответствии с этим проектом планируется заменить натуральный газон на искусственный и сделать поле с подогревом. Соответственно, искусственный газон, он может испытывать более большие нагрузки. Соответственно, мы сможем сильнее загрузить данный объект и предоставить больше времени, прежде всего, нашим муниципальным спортивным школам, другим организациям, которые развивают футбол на территории города Воронежа. И, соответственно, больше людей, больше детей, прежде всего, сможет заниматься спортом. В любом случае, стадион пустовать не будет. С середины августа здесь будут заниматься воспитанники спортивных школ района, а также тренироваться взрослые команды. В частности, стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Рубин». Для любой команды приобрести такого качества газон – это, конечно, успех. Соответственно, и для нашей команды нам приятно. Мы вообще гордимся, что мы имеем такой стадион и здесь будем принимать все домашние матчи. На матч открытия стадиона «Локомотив» трибуны заполнились до отказа. Свободных мест практически не было. Причем, интересно воронежцам была не только торжественная церемония, но и сама игра. Все ожидали обилия голов, ведь в поединке в Острогорске «Рубин» разгромил звезду с теннисным счетом 6-1. Не стали тянуть интригу воронежцы на домашней арене. Вышли вперед уже на 13-й минуте после точного удара Максима Сотникова. «Рубин» половину поля гостей практически не покидал, так что не заставил себя ждать и второй мяч в ворота звезды. Хозяева удвоили свое преимущество на 26-й минуте. Конечно, хотелось забивать. Всегда ставлю себе такую цель, что нужно забить как можно больше, чтобы не подводить команду и выигрывать. В итоге уже к перерыву «Рубин» вел со счетом 4-0. Под занавес первого тайма дубль оформил Иван Монохин. Звезда справиться с напором хозяев никак не могла. Плюс гости себе могут занести только то, что во втором тайме они свои ворота сохранили на замке. На четырех забитых мячах «Рубин» и остановился. Ну а звезда, как ни старалась отметиться на локомотиве хотя бы голом престижа, ушла в итоге с поля ни с чем. Ну там 6-1 выиграли, ну а здесь мы сами видели, тоже легко взяли. Ну второй тайм они прибавили, мы просто встали. Мы больше играли по счету, чем нам нужно было, нам нельзя было пропускать. Наша цель была не пропустить потом, а втором тайме. По сумме двух встреч «Рубин» оказался сильнее звезды со счетом 10-1. И теперь в финале Кубка области воронежцы 11 августа сразятся с рассашанским «Спартаком». В первой полуфинальной встрече «Красно-белые дома» уступили «Рамонскому торпедо». Но в ответном матче в гостях победили со счетом 3-1. И таким образом вырвали путевку в решающую игру турнира. Так что противостояние «Рубин-Спартак» в следующую субботу обещает быть жарким.